Ну да, это, кстати говоря, мне кажется, очень важный вопрос. Почему? Потому что деньги деньгами, техника техникой, но вот внутренняя свобода мысли, она дает возможность принимать эффективные решения. Нам внутренней свободы мысли вот этой не хватает. Мы внутренне, вот как в том числе вот эта дискуссия демонстрирует, внутренне остаемся очень зависимы от этого фактора. Мы их сделали такими сильными внутри своей головы, какими они даже не являются в реальности. Поэтому очень часто мы сами себя ограничиваем в тех или иных движениях, поэтому мы пытаемся быть супервежливыми, поэтому мы все ждем, пока выберут этого президента, или следующего президента, или еще одного президента. Давайте подождем, давайте подождем. Один из факторов, который эту несвободу внутреннюю обусловливает, является в том числе и та же коррупция, которая здесь тоже упоминалась, потому что многие люди просто завязаны на это материально. Но тем не менее, преодоление этой вещи это крайне важно. Да, я сейчас приведу, наверное, такой, так сказать, маргинальный пример, но тем не менее, вот сейчас, между прочим, да, тут вот мы, как знаем, у нас Олимпиада зимняя намечается, да. Так вот, на мой взгляд, товарищ Ким Чинэн переиграл американцев, переигрывает на данном этапе. Он владеет инициативой. Да, там есть масса всевозможных подводных течений, интриг, неизвестно, чем для него это кончится, но он владеет инициативой. Вот эта маленькая страна, с никаким ВВП, с пустотой полной, она владеет инициативой. Для американской дипломатии это вообще позор. Мало, ты еще объединил две гореи. Да, он их просто умыл. Слушайте, вот то, что он сейчас делает, он возит в Великую Америку морды по столу, вот так, причем по грязному столу. Неизвестному, чем вонючим и смазанным. Вот так, влево-вправо, влево-вправо. Почему? Потому что внутренне у него нет зависимости от американцев, и в том числе от тех денег, которыми он связан, которые, к сожалению, есть у нас. Хотя получил европейское образование, казалось бы. В том числе. Американский баскетбол любит. А понимаете, вот это тоже между вопросом, на заметку, нашим интеллектуалам. Наши интеллектуалы очень любят говорить о том, что, вот знаете, европейское образование и образ жизни, они дают совершенно другой взгляд на мир. Вот там человек продемонстрировал, как, имея европейское образование, он не предает свою родину. Да, он радикальный политик. Да, он создает очень рискованные, в том числе для всего мира, ситуации. Но если бы тактическую, так сказать, ситуацию, он сейчас выигрывает. Посмотрите, как он из-под американцев сделал предложение южно-корейцев. Сергей, вы же понимаете, да, что он сейчас расскажет? Михеев хочет, чтобы Россия превратилась в Северную Корею. Классный рейтинговый заголовок. Владимир, шикарный, шикарный этот самый заголовок для Ютьюба, я не отказываюсь от него. Это просто как пример внутренней свободы. Посмотрите, что он сделал. Он мало того, что он сейчас играет партию из-под американцев, он еще и Южную Корею из-под носа уводит. Южная Корея хочет, чтобы была проведена Олимпиада. Какой способ для этого? Северная Корея не предлагает этот способ. А давайте возьмем и проведем ее так. Это же гарантия. И тут появляется ВАДой и говорит, а надо проверить в Северной Корее. А это же гарантия. Где проверки? Слушайте, он же, посмотрите, это просто, это вот, я извиняюсь, но нашим политикам поучиться надо. Он поднял градус напряженности до невероятности. А потом взял и сказал, а давайте как бы, так сказать, мириться. Только без них. Без тех, которые, так сказать, затянут и так далее. Ему еще принадлежит великая тайна вызова зомби. Потому что на открытии Олимпиады будет петь певица, которую все западные СМИ в 2013 году похоронили. Как расстрелянную. Да, из крупнокалиберного пулемета. Да, из крупнокалиберного пулемета. Или даже из ПЗРК. Она вдруг ожила и будет петь. Вы же посмотрите, Владимир, вот уважаемые коллеги, вот господин Ким Чен Ын, господин Ким Чен Ын, ему совсем немного лет. Он вот в такой стране, которой не видно. Он же сделал их всех. Вот сейчас конкретно он сделал их всех. Вот, между прочим, в вашей студии, тут есть один американец по имени Григорий, да? Который класс обожился, да? Что американцы убьют Ким Чен Ына. Или до Рождества. Рождество уже прошло. И их прошло, и наше прошло. Я же не знаю, какое еще не прошло. Или до Олимпиады. Вот не будет ничего. Ничего не будет. И он их переигрывает. Почему? Потому что он внутренне свободен. Он не связан с этими мифами, которые сами себе напредувают. А можно быть внутренне свободным? Но при этом, чтобы теперь твой народ был свободным, они в таких жутких условиях, как Северная Коррада. Подождите, подождите, подождите. Несомненно, это пример маргинальный. Но в этом и искусство политики. Секунду. Но почему? Надо, потому что это реальность. Надо разный приводить. В этом и искусство политиков, в том числе наше, которые должны найти приемлемый работающий компромисс в этих жестких условиях. А не стелиться под то, что вам предлагают, как дорогу. Вам предлагают этот вариант, вы по нему идете. Потом, когда заходите в тупик, а когда заходите в тупик, вы жалуетесь на что-то. Я думаю, что происходит, когда мы соглашаемся. Несомненно. Поэтому. Там еще больнее и отбираются равно все. Поэтому по поводу экономической мобилизации, о том, что я здесь говорил. Какая-то степень мобилизации, соответствующая нынешней жесткой обстановке, более сложная, чем когда, так сказать, некоторое время назад. Она, несомненно, нужна. И мобилизация экономической, и политической, и идеологической, и так далее, и так далее. Вопрос не в том, чтобы довести свою страну до состояния Северной Кореи. Нет. Вопрос в том, чтобы освободиться от тех внутренних комплексов, которые мы сами породили. И это поможет принимать более эффективные решения.